12 октября военный комиссариат Республики в редакции газеты «Советская Адыгея» провел пресс-конференцию для представителей средств массовой информации по организации призыва на военную службу в октябре-декабре текущего года. Как мы уже знаем, 1 октября в Адыгее, как и по всей России, стартовала очередная призывная кампания. Согласно указу президента Российской Федерации от 30 сентября 2021 года, в октябре-декабре текущего года на военную службу будут призваны более 500 человек. Призывные комиссии начали свою работу с 1 октября во всех муниципальных образованиях Республики. Подробно об этом журналистам рассказал военный комиссар Адыгеи Александр Аверин. В осень этого года вооруженные войска, вооруженные силы, другие войска, вооруженные формирования, выводят только 500 граждан и федераций, проживающих на территории Республики Адыгеи. Такое мы получили задание от штаба Южного военного округа. По географии это будет в основном Южный федеральный округ, чуть меньше Северо-Кавказский федеральный округ и ряд команд, которые будут в средней полосы России. Но основная масса все равно у нас останется здесь, на территории Южного округа. К особенностям этого призыва могу отнести тот факт, что более 30% от общего количества призываемых войска согласно задачам, которые нам поставил штаб Южного военного округа, должны уйти специалисты, то есть граждане, имеющие военную учетную специальность. Как получившие ее по направлению от военного комиссариата в ДОСА, так и граждане, которые самостоятельно прошли обучение на водителя управления грузовым автомобилем этой категории ОСЭП. И так и порядка 70 человек должны мы направить в войска, изъявившее желание обучаться по программе водителя. Это в принципе дело не новое, все мы об этом знаем, уже не раз эту программу мы обкатывали. Единственное, что мы будем отнести к ношенствам, того не должностам, а к заданию, которые мы имеем на сегодняшний день, это все, где порядка 70 человек, это категория граждан, будут проходить службу на территории города Майкопа. То есть на территории Майкопского гарнизона. Будут направлены именно часть нашего гарнизона находиться будут здесь. То есть для того, чтобы гражданинам, проживающим в территории Республики Адыгея, в отношении которого принято решение о принятии на военную службу остаться в Майкопе, необходимо написать заявление о том, что он согласен обучаться в программе водителя. Пройти медицину, это как максимум пройти медицину, то есть получить правду о том, что в состоянии здоровья водят для управления транспортным средством, грузовым транспортным средством, и иметь согласие родителям за то, чтобы он обучался. Это будет вполне достаточно, но, разумеется, обучается у вас ваще. Будет вполне достаточно для того, чтобы он остался служить непосредственно здесь у нас в организоне Майкопа. Это так к особенностям. Ну а все остальное, в общем, команды, основные все ближние. Скажем так, есть у нас команды и в Индушетии, Кабардино-Балкарии, ну и в Подмосковье, и в Саратовской области, РВСР, что направлено. Как отметил в ходе брифинга военком Адыгеи, в условиях сохранения риска в распространении новой коронавирусной инфекции, основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении заноса COVID-19 войска при их комплектовании молодым пополнением. Еще одна особенность, скажем так, что, ну, она уже давно у нас не является особенностью, это проведение данных мероприятий, как раз вот именно связано с обострением обстановления коронавирусной инфекции. Все вы получаете сводки, видите, что у нас положение дел и в России, и в целиком, и в республике, в частности. Идет тенденция к ухудшению обстановки количества болевших, количество умерших, заболевание растет от дня в день, что также не может и не ловить отпечаток на проведение мероприятий нашего осеннего призыва. Соответственно, вот этот опыт, который мы получили за прошедшие призывы, это и разделение потоков, отделение призывов, барьерные рубежи, масочная система, следствование, защита ВДМ в военком стиле. Оно все из себя уже не раз показало с положительной стороны. Направление призывников после призыва на войну, соответствующие карантинным день и в течение двух недель, несмотря на то, что будет проходить курс молодого бойца, будет находиться изолировано. Все эти мероприятия, они сыграли свою роль за прошедший призыв, за прошедший ряд призывов, которые мы выполняем в условиях коронавирусной инфекции. Ни одного призывника из Республики Адыгея в войска, заболевшим COVID-19, мы не направили. Ну и будем надеяться, что это опытом позволит избежать в подобных случаях и в этот осенний призыв. В принципе, тест-системы мы получили, это система новая, нашего отечественного производства. По принципу своему, если бы мы раньше тестирули дважды призывников, первый тест УПЦР, который проводился в муниципалитетах перед направлением за два-три дня до направления на республиканский сборный пункт. Второй тест по крови мы проводили уже непосредственно в территории сборного пункта военного комиссария Республики Адыгея. То система остается та же. Единственное отличие в том, что это будет сейчас тест наподобие УПЦР и убедки по крови, а это уже так же с Росмосфором, азов первым. Было озвучено, что успешное выполнение установленного задания напрямую зависит от уровня взаимодействия между военным комиссариатом, органами исполнительной власти, местного самоуправления, министерствами и ведомствами в совместной работе по обеспечению исполнения гражданами Республики Адыгея воинской обязанности, а также от качества работы и профессионализма каждого должностного лица, задействованного в работе по организации и проведению призыва. В завершении Александр Аверин поблагодарил присутствующих журналистов за оперативное освещение всех проводимых военным комиссариатом мероприятий.